В этом году отмечается 350 лет со дня рождения Петра I, царя-реформатора, одного из немногих российских правителей, который получил титул «Великий». Новая документальная выставка Госархива Ульяновской области посвящена этой дате. Указ царя Петра I о праздновании Нового года с 1 января 1700 года – наиболее известный в наши дни документ. Этот царский указ хранится в фонде Симбирско-губернской учёной архивной комиссии. Его копию можно увидеть на выставке. Архитектурным памятником Петру I у нас в городе, тогда ещё в Симбирске, была Петропавловская церковь на одноимённом Петропавловском спуске. Ныне это спуск Степана Разина. Как гласит легенда в летсписи этой церкви, записана в 1722 году, во время пути в Астрахань сильная буря заставила императора Петра остановиться в Симбирске. Неизвестно, был ли государь на горе, но сохранилось произведение, что как раз палатка царская стояла на том месте, где после возвели церковь. Петровская эпоха оставила несколько примеров жестоких расправ над живыми людьми. Один из документов выставки рассказывает о казни участников заговора стрельцов или заговора Ивана Циклера, которые задумали цареубийство. Мы показываем как раз документ, список об изменниках. Дело в том, что когда заговор был раскрыт, и Петр лично нагрянул и накрыл заговорщиков в доме Циклера, им просто некуда уже было бежать. Это произошло 23 февраля 1697 года, а уже 4 марта, после нескольких суток нескончаемых допросов с пытками, когда все повинились, их казнили. Среди экспонатов выставки есть и документы международного значения, такие как грамота турецкому султану, извещение о мире со Швецией. Не менее интересны бумаги, связанные с жизнью Поволжья в Петровскую эпоху. Наделение землей, сделки с крепостными, подорожная и так далее. Также демонстрируются церковные книги 1699 и 1709 годов. Выставка показывает и материалы, связанные с памятью о Петре I. В основном это типографская продукция с его изображением, напечатанная к 300-летию дома Романовых. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.